Рассмотрим задачи проектирования баз данных. Если очень просто подойти к этому вопросу, то можно сказать следующим образом. Нам необходимо какую-либо предметную область или ее часть, которую мы хотим хранить в базе данных, спроецировать в нашу базу данных. При этом необходимо, чтобы выполнялись определенные требования. В первую очередь, конечно, мы проецируем предметную область базу данных для того, чтобы выполнять какие-то задачи для пользователей. То есть все пользовательские функции, которые должны быть реализованы в базе данных в процессе проекции предметной области базы данных, должна быть возможность реализовать эти пользовательские функции. То есть должны находиться все необходимые данные, должна быть возможность их предоставления пользователям в том виде, в котором эти пользователи могут с ними работать. Ну и вторая часть задачи при отображении предметной области в базу данных состоит в том, чтобы учесть все ограничения конкретной модели данных, в рамках которой мы проектируем базу данных. Собственно, это основные задачи, которые решаются. В рамках этого можно выделить следующий набор задач, которые являются, по сути, деталями того, о чем мы сейчас сказали. В первую очередь это отображение объекта в предметной области, ну понятно, что средствами некоторой модели данных, которую мы используем в процессе проектирования, либо базу данных в той модели, которую мы хотим использовать дальше именно в качестве модели базы данных. Тут достаточно понятно, хотя задача кажется внешне простой, она в жизни не всегда просто решается. В частности, выделение объектов и сущностей предметной области, которые должны фигурировать в базе данных, это сложный процесс, особенно для больших реальных предметных областей. И не всегда он может пройти однозначно, ну скажем так, практически всегда невозможно его выполнить однозначно. И тут сложно не ошибиться. Поэтому необходим большой опыт, знания и умения для того, чтобы хорошо проектировать и выделять сущности предметной области, которые необходимы для хранения в базе данных. Ну понятно, что сущности, которые мы выделим, могут иметь связи и будут иметь связи. И естественно, мы должны в процессе проектирования эти связи также выделить и определить их тип. То, о чем мы говорили чуть раньше, мы должны убедиться, что ту часть предметной области, которую мы выделили и то, каким образом мы ее хотим хранить, будет достаточным для того, чтобы предоставлять пользователям всю необходимую информацию и выполнять их функции. То есть должна быть соблюдена достаточность представления предметной области в базе данных для последующего использования пользователя. Мы должны, безусловно, сформировать некоторые ограничения целостности. То есть мы должны сказать о том, какими ограничениями обладают данные в нашей предметной области и реализовать их в нашей базе данных, проектируемой. И некая подзадача, которая также в процессе проектирования ставится, это минимизация аномалий, которые, ну, либо их исключение в принципе, либо минимизация, которые могут возникать в какой-то конкретной модели данных. Подробнее об аномалиях мы поговорим, наверное, в следующем модуле, когда будем говорить о нормализации в релизионных базах данных. Но должны мы понимать, что различные аномалии, они могут быть, они могут быть и в других моделях данных, и не всегда могут быть исключены. Поэтому мы говорим скорее о минимизации, нежели о их полном исключении. Продолжение следует...